Доброе утро, подписчики! Я выхожу спустя неделю в выходных, так скажем, внепланового отпуска на слот. Сейчас я работаю на свободном слоте в Яндекс.Еде. Вот вышел впервые за неделю, вот как видите, я ездил в Калугу, привез свой шлем от велосипеда. Вот, теперь, ну, некоторые говорят, что он не помогает, но я все-таки думаю, лишним вряд ли будет. Он, как капюшон, обзор не загораживает, просто как бы на голове чуть мешается, но вот видите, велосипедисты в Калугу ездят. Я думаю, если я полечу вниз головой, там, или меня собьет машина, он, как минимум, уменьшит вред от черепно-мозговой травмы, там, и так далее, если она будет, ну, или что-нибудь такое. Так, а у меня заказ скусило, и вот сейчас сказали, что заказ готов, пойду забирать. Вот, в торговом центре небольшом. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Эксперт Парк – крупнейший сертифицированный партнер Яндекс.Такси и Яндекс.Заставка на территории России. А теперь они еще и начали сотрудничать с Яндекс.Едой. С 1 сентября вступил в силу новый закон о такси, к которому нужно будет адаптироваться. Эксперт Парк готовит программу сопровождения водителей. И техподдержка парка вас проконсультирует по всей необходимой документации. А я постараюсь держать оскурсии и рассказывать об изменениях, которые происходят в работе. Сам лично работаю в Эксперт Парк. Комиссия парка всего 50 рублей в сутки. Есть бонус 1000 рублей за приведенного друга. Собственный колл-центр для решения проблем и блокировок. Автовыплоты ежедневно без комиссии. 4 вида моменталок. В Эксперт Парк можно приобрести термокороб. Доставка короба бесплатная в любой город России. Ссылки отправлю в описании. Техподдержка работает круглосуточно. По всем вопросам вас проконсультируют. Так, отрелся тот заказ в Агрогородок. Вот, и сейчас везу заказ из Магнит-косметик. Уже третий заказ. 243 рубля за первый год заработал. Вот, и третий заказ. Уже в этот дом отвозил, кстати. Вот, сейчас буду оставлять у двери. Ну, в принципе, камеру можно не выключать. Квартиру я знаю. Вот, на улице очень жарко. У меня видно уже лицо прям в бликах, потому что жарко. 30, ну, почти 30 градусов сейчас будет. Вот там сейчас 27-20, почти приближается. Вот, мы пойдем давайте Оставить у двери. Чем-то не стоит. Так, 15-20, 15-20. Вот так вот, оставить у двери. Ну, естественно, у меня есть видеофиксация, то, что я оставил у двери. Поэтому фотографировать не буду. Ну, и в принципе, я, на самом деле, Вот мне курьеры многие говорят, Когда пометка оставить у двери, Лучше фотографировать. Ну, я редко этим занимаюсь, Но бывает, когда там, ну, Лишнее время не трачиваю. Потому что, ну, пока у меня не было случаев, То, что Оставил на двери, в общем, И клиент сказал, типа, Ни фига он не оставил. Вот. Но, может быть такое, Так что, лучше фотографируйте. Да я просто ленивый. Иногда для скорости так работаю. Вот, но Лишнее не будет. Но у меня сейчас видеофиксация. Вот. А сейчас мы едем дальше. Сейчас, наверное, поеду домой пока. Пока заказов нет. У меня свободный слот. Вот как заказ упадет, Обратно буду выезжать. Так, время... Ой, сейчас телефон заряжается. Вот у меня на пауэрбанке. Время 11.27. Вот, мой велосипед там с заборчиком стоит за этим. На счету 510 рублей. Ну, в приложении. Так еще понятно, с них налог. Может, чаевые накинут. Вот. Но пока 510 рублей. Жду заказ из пятерочки. Уже, по-моему, пятый, шестой. Шестой вроде. Заказы копеечные прям. Вот я на свободном слоте. Они легкие, быстро делаются. Но прям за копейки там. По 90 рублей в среднем, я думаю. Вот уже шестой заказ. Ну, первый заказ только. Дорогой был, остальные все. Дешевый. Смотрите, какой кузнечик. Ничего себе. Что-то особо во дворик тут не заходил. Вот. Ну, пока продолжаем на свободном слоте. Потому что у меня еще горло не совсем прошло. Что-то непонятное с ним. Я вроде сам вылечился. Ну, горло очень быстро пересыхает. Я вот прям каждые 10 минут пью воду, чтобы не щипало. Воду попьешь, перестает щипать. Не попьешь, пересыхает, щипать начинает. Фаренгит мне поставили. Ну, говорят, он 7-10 дней проходит. Вот у меня как раз где-то он в районе 7 дней сейчас. Горло болит. Температуры не было. Насморк не сильный. Кашель чуть-чуть был, но тоже не сильный. Сухой. Ну, фаренгит в общем. Лор мне поставил. Вот. Ну, я думаю, я никого уже не заражу. Я вот неделю просидел. Первые 3 дня самые заразные. Поэтому решил вылезти. Ну, плюс, во-первых, деньги нужны. Во-вторых, как бы все больные тут лазают. Он кашляет, ходит. Я думаю, не страшно. Так что, вот такие вот дела. Все, сейчас жду, пока приготовят. Прожмут статус. Поеду забирать. Пойду и отвозить. Короче, ребят, долго просидел дома. Ничего не падает. Потом упал, наконец, заказ. Опять за копейки, там, 80 рублей с чем-то. Ну, в общем, сижу просто на свободном слоте. Вот, велосипед с термокорбом там. Вот. Сейчас попробую чуть-чуть пока поработать более-менее нормально. Чтобы хоть что-то заработать. Там, не знаю, тысячи полторы сегодня добью. Вообще не добью. Вот. Ну, конечно, это все фигня. Ну, во-первых, лето, да. Вот, как бы доход так и так упал бы. Вот. А во-вторых, свободный слот. Ну, вот, никаких этих. То есть, можно было бы на минималке сидеть, но у меня... Я плановые выкинул, потому что у меня горло першит. Вот, еще периодически там слот вырубал. Ну, пока, вот, сделал там 6-7 заказов. 7, наверное. 700 рублей. И то не чистыми. Вот. Так что, вот такие вот дела пока что. Вышел еще вечерком поработать. Днем не стал больше работать. Сейчас прилетел в Куслил. Там. Перезти за другую сторону вокзала. Опять на свободном флоте коэффициент не помню. У меня автоприем стоит. Пока автоприем не уберут, коэффициент не узнаем. В итоге за этот день удалось заработать 183 рубля 25 копеек. Выходил с утра и потом в 2136 включил свободный слот. Вышел еще раз. Продолжение следует...